Всем привет! С вами Сергей, рад приветствовать вас на канале Бастион. И сегодня мы поговорим о том, как же продлить срок службы вашей двери. И чего совершенно точно нельзя делать с вашей дверью. Поехали! Одна из основных ошибок, и происходит она, как правило, на этапе стройки, что привезли, поставили дверь, и рабочие решили для того, чтобы ее сохранить, максимально надежно ее упаковать. И замотали ее просто в скотч. Полиэллоу, пенополиэллоу, стерол. Каким-то полиэтиленом. И получается что? Вот эти места тоже замотали, ну и под замки просто его прорвали. Весь полиэтилен попадает внутрь, ну и, конечно же, замок клинит. То есть дверь поставили, прошло две недели, нам звонок, что замки перестали работать. Приезжаем, а дверь вот эта вот обматана. Как правильно упаковать вашу дверь для того, чтобы она осталась максимально сохраненной на время всего ремонта, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в наш телеграм-канал. Проблема может быть, когда вы начинаете очень часто и очень усиленно долбить вашей дверью, которая весит там больше 120 килограмм. Конечно же, в принципе, ей особо ничего не будет. Но я могу сказать так, что замок, получая по себе ударную нагрузку, внутри него находится куча мелких элементов, которые, сотрясываясь, могут как-то там встать не так. Вероятность маленькая, но в принципе она есть. Ну и, конечно же, если ваша дверь такая же мощная, то я бы еще и стены пожалел. Потому что, когда прилетает 200 килограмм по инерции и все это стоит в стене, то не каждая стена такое сможет выдержать. Также, если во время ремонта, либо просто в повседневной жизни вы чем-то запачкали вашу дверь, то для ее очистки не допускается применение каких-то твердых инструментов. Всякие там скребки и тому подобное, ножи. Во-первых, если это речь идет про отделку, вы ее просто испортите. Если речь идет про металлические части двери, то там вы сможете повредить данную покраску, что спустя какое-то время она просто начнет откалываться. А все из-за того, что вы хотели почистить вашу дверь. Есть специальные средства для чистки подобных изделий. Ну, конечно же, на двери не стоит ни висеть, ни качаться. Знаю, что иногда маленькие дети висят на ручках, качаются, висят вот здесь. Я виснуть не буду, потому что этого делать нельзя, как минимум. Если вы хотите продлить срок службы даже не то, что двери, а вашей ручки, большинство креплений идет через стопорный винт снизу, то его раз в месяц, в два месяца нужно будет подкручивать. Иногда звонят люди, даже говорят, у меня из двери что-то выпало. А это всего лишь стопорный винт от ручки. То есть с квадрата ее снимаем, начинает держаться только на саморезах в МДФе, и потом с легкостью отрывается. Если, конечно, ваша ручка не имеет крепления Velox Fixed, как вот данная модель Альмара. Кстати, очень удобная ручка. Вот на ней можно хоть виснуть. Попробуем, повиснем. Ну, это, боюсь, тяжело будет сейчас. Есть еще одно предостережение. Оно больше обусловлено именно, как построены стены и тому подобное. То есть если у вас угол стены, я открываю дверь, и вот эта часть двери упирается у меня в этот угол. Получается, что здесь рычаг вот такой, здесь он там в 10 раз меньше, соответственно, сила, прилагаемая здесь, увеличивается на 10. И петли, даже вот такие, даже из швеллера, даже электродуговой сварки, можно просто вырвать одним хорошим рывком при помощи обычного усилия, обычного стандартного человека. И, как бы, такие случаи я даже знаю вживую. Это правило работает как в открывании в эту сторону, так и в противоположную. То есть что я имею в виду? Что не допускается фиксировать дверное полотно, вставляя вот сюда какие-то различные предметы. Либо брусок, либо кирпич, либо еще чего-то. Если там что-то лежит, я пытаюсь рывком закрыть дверь, тот же самый рычаг, то же самое усилие, и петли могу вырвать в другую сторону. Есть распространенное мнение, что нужно там смазывать петли, смазывать замки и так далее. Делать этого не нужно. Замок идет с производства, уже смазанный. Все, что там должно быть, в нем есть. Петли при установке, ну, в нашем случае, например, петли на опорном подшипнике закрытого типа, при установке смазываются, и ближайшие лет 20 лезть туда точно не нужно. То есть смазывать дверь не нужно. Если вам только установили входную дверь, и внутри вы видите монтажную пену, которая торчит из зазора между коробкой и стеной, срезать ее ранее, чем через 24 часа, не допускается. Она должна схватиться, взяться, чтобы полностью выполнять весь свой функционал. По шумоизоляции, как минимум. Также одним из очень важных факторов является это снятие малярного скотча после установки двери. Мы сталкивались с такими историями, что приехали монтажники, там поставили наличники, малярный скотч там держит все зазоры, говорим, снимите, пожалуйста, его завтра. Спустя 3 месяца нам звонят, мы пытались снять скотч, а он уже просто врос во все материалы, и срывается вместе там со штукатуркой от стены, с отделкой, с покраской. То есть эти вещи нужно снимать сразу. Ну, кстати, сейчас мы используем гораздо более безопасный малярный скотч, но если его оставить на полгода, проблемы тоже будут. Поэтому его обязательно нужно снимать на следующий день после монтажа дверей. Ну, край там 2-3 дня. Одним из важных факторов эксплуатации вашей двери будет являться корректность работы тех или иных механизмов. Ну, например, у нас дом начал давать усадку, и замок стал закрываться немножко туже, чем обычно. Но, в принципе, закрывается. Как происходит часто. Мы с усилием закрываем его. Ну, пока же работает. Проходит день, второй, третий, неделя, вторая. Он закрывается. Но закрывается все туже и туже и туже. Ну, во-первых, нагрузка на замок. А мы портим сам замок. И в какой-то момент он просто у нас клинит. И мы тогда уже только в таком случае звоним в сервисную службу, и там выясняется, что замок уже точно нужно менять. Изначально, когда он стал чуть туже работать, вот тогда и надо набрать в сервисную службу, для того, чтобы эту проблему убрать на самой ранней стадии. Чтобы не получилась ситуация, что вы просто не можете выйти из дома. С утра собрались на работу, а выйти не можете. Или пришли домой вечером, а открыть дверь не можете. И приходится ждать аварийщиков. Поэтому только начались какие-то сложности в работе любого из механизмов, сразу обращаемся в сервисную службу. А самому можно поменять замок? Конечно же, если вы понимаете, как что устроено, как крепится, как работать отверткой и тому подобное, в принципе, можно. Но мы неоднократно сталкиваемся с ситуациями, что клиент либо сам пытается перекодировать, либо заменить, либо еще что-то, а потом звонит нам. Уверены в своих силах? Ну, делайте. Кстати, возможно, вы потеряете гарантию, если там залезете слишком глубоко. Можете сделать, делайте. А некоторые замки имеют вообще определенный сюрприз. Ну, например, вот данный замок, Amatura 515Q, то есть, если его менять цилиндр, например, в закрытом положении, замок подумает, что его вскрывают и просто заблокируется. Тогда точно нужно разбирать дверь, вынимать замок, разбирать замок, перебирать замок, и только потом можно будет установить новый цилиндр. Поэтому какие-то вещи лучше самому не делать, а довериться в этом профессионалам. А любая дверь, по сути, это изделие, за которым нужен определенный уход, определенное правило эксплуатации, которое мы, как правило, ну, сказать уж честно, не соблюдаем. Могу ли я сказать, что я там подкручиваю себе винт? Раз в месяц. Нет, не подкручиваю. Могу ли я сказать, что не хлопаю дверью? Иногда хлопаю. Но, тем не менее, если я хотя бы пытаюсь более-менее бережно относиться к изделию, срок службы его, конечно же, увеличивается. Помимо того, что там гарантийный, он наверняка отслужит. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. С вами был Сергей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok